Михаил Григорьевич, три года назад Полевской создал компенсационный план развития города, защитил его успешно в Москве, надеясь войти потом в программу по моногороду. И вдруг программа по моногородам остановилась. Было некоторое разочарование, но тем не менее, вот неделю назад буквально президент сказал, что эту программу будем возрождать. Вы были на совещании у губернатора по этому поводу. Почему, как связано вот это совещание с решением президента и что больше всего вас там потрясло, впечатление какое было? Основные впечатления, основные выводы. Во-первых, не всякого сомнения, все его участники оценили ту часть программы, которая уже реализована по трем уральским городам, Нижнему Тагилу, Азбесту и Каменску-Уральску, как положительное решение. Безусловно, вот те федеральные деньги, которые были выделены под реализацию комплексных финансовых планов, безусловно, помогли в развитии города. Есть существенные результаты по снижению безработицы, по созданию новых рабочих мест, по дифферсификации экономики этих городов. При этом в Свердловской области сегодня 17 таких моногородов, как известно. Вообще на Урале города-то возникали вокруг завода, вокруг фабрик, которые строились. Один из таких городов Полевской, который не вошел в то время в систему финансирования государственной. И сейчас, судя по впечатлениям от заседания президента правительства, у него все шансы есть для того, чтобы попасть в число федерально признанных моногородов и по части попасть в федеральное финансирование. Почему? Потому что на этом заседании губернаторам было отмечено то, что этот город не просто ждет каких-то денег для реализации, а принимает реальные усилия своими силами для реализации той программы, которая в городе создана. И выгодно отличается здесь от других моногородов. В частности, не мне полевчанам рассказывать о появлении в городе новых предприятий, связанных с инвестициями зарубежными, с зарубежными технологиями, с развитием малого и среднего бизнеса, с развитием социальной сферы. Я говорю о детских садах, которые появляются в городе и будут появляться в 2012 году, реконструкция, выделение помещений. Я говорю о роддоме, который заканчивается, я говорю о поликлинике, я говорю о, по сути, уникальной для нашей Свердловской области сегодня пуске котельной в южной части города, потому что, по сути, инвестиции в жилищно-коммунальные хозяйства Свердловской области крайне ограничены сегодня в других городах, и на этом фоне Полевской выгодно отличается. Я надеюсь, что решил многолетнюю проблему для южной части города, обеспечение теплом и горячей водой. В этом смысле Полевской отличается от других городов выгодно и реально стоит, я думаю, что первым в той очереди за признание на федеральном уровне Катмана города. Я бы здесь отметил, и не только я, губернатор отметил, инициативу и эффективность главы города, господина Филиппова, просто поблагодарил его за такое отношение, что нечасто, порой бывает у нас, из-за губернатора по отношению к главам, безусловно, и дума, и, самое главное, бизнесмены, жители города, патриоты этого города. Достигает такого результата. При этом я хочу сказать о том, что, на мой взгляд, возможности города еще далеко не реализованы. Потенциал города существенно выше, нежели мы сегодня имеем. И в этом смысле меня воодушевляет та идея, которая прозвучала из уст академика Татаркина, о создании модельной территории, определенной территории, на которой можно было бы отработать взаимодействие власти, областной, региональной, местной, бизнеса, по созданию вот таких условий, по дифферсификации экономики одного из городов Свердловской области, с тем, чтобы эту модель дали распространять на все города Свердловской области. Я думаю, что у Полевского есть все шансы стать такой модельной территорией, за это нужно побороться. Я думаю, в этом случае будут новые возможности, привлечены новые силы, новые финансовые ресурсы вот в этот проект, которые позволят реализовать или придвинуться хотя бы к реализации потенциала города, который сегодня существует. Михаил Григорьевич, Полевской, действительно, территория достаточно привлекательна для развития бизнеса. Мы видим здесь и логистическую сферу, активно развитую и промплощадки. А скажите, вот идея родилась, а что нужно сделать для того, чтобы сегодня эта идея стала реальностью? И со стороны местной муниципальной власти, и со стороны союза промышленников, например. На самом деле, союз промышленников ровно относится ко всем городам, и ни в коем случае не собирается выделять Полевской из череды других свердловских городов. Это конкуренция. Если в Полевском есть силы, есть желание для того, чтобы победить в этой конкуренции, то, пожалуйста, действуйте. Сейчас на фоне решения этого заседания есть, мне кажется, хорошая возможность для того, чтобы заявиться об этом, об этом желании, об этом стремлении и своих возможностях. Я думаю, что эта идея может быть поддержана. В свою очередь, к нам, в союз промышленников, практически еженедельно сегодня приезжают инвесторы, предлагают проекты совместного бизнеса, предлагают инвестиции, которые они могли бы здесь, на Свердловской территории, реализовать. И в этом смысле Полевской тоже интересный город, далеко находится в Екатеринбурге, располагающий кадрами, логистикой, как вы и сказали, где мы могли бы предлагать, шире, конечно, предлагать возможности этого города. Я думаю, что если бы в Полевском была создана хорошая система презентации этого города, создания бренда этого города, то мы могли бы состыковать инвесторов с возможностями города более плотнее. Я бы предложил именно это сделать администрации города Думы городской.